Владимир Путин заявил о том, что главная задача семьи это продолжение рода, рождение детей и сохранение нашего многонационального народа. Сейчас я нахожусь в Реутове и с жителями этого города обслужу именно эту тему. По вашему мнению, главное предназначение семьи какое? Не знаю, достойных людей вырастить, во-первых, жить счастливо мужем и женой, а так и достойных людей, достойного общества. А для чего тогда? Чтобы одной как-то и одним? Любовь, она всегда существовала. И ячейка, как у нас в России, она была крепкой семьёй. И сейчас её нет. Какое главное предназначение семьи? Взаимопонимание, любовь, всё, я думаю, что самое главное. И здоровье, и здоровье. Ну это какое-то целесообразное богатство, я считаю. Ну чтобы там дети, жена, семья, там все дела, чтобы мама, папа были все здоровы, все целы, всё балдёжно было. Спасибо. Да, если что, вопросы будут, выбирай. На деньги всё поставлено. У меня Дашка она никогда жадная, мне кажется, жадной становится. Мне вот это вот странно, мы не такие были, у нас не было, мы сходились голые, ну голые сходились на самом деле. Потом всё это наживали, потом этому дано, а родить плеон один, и я знаю, что и деньги есть. А нет, пусть он сам добивается, или как. И всё, и моя уже, говорит, мама, посмотрю, а может я и жить не буду, а зачем мне это надо? Я что буду, он будет в апотеку, а я буду платить за это? Если ему ничего не дали, я буду жить с ним? Да? А я могу понять, потому что сейчас доверять нельзя даже друг другу. Ну жизнь такая наступила. Если нас правительство обманывает во всех этих. Ну что говорить? Вот сейчас 80% против власти. 80! И никто не пойдёт. Семья сейчас, в данный момент времени, это знаете же такое? Преступная группировка. Ну, которая, допустим, оплачивает незаконные счета, допустим, коммунальные. Вот это семья, в основном у нас сейчас, которая оплачивает вот эту всю незаконную деятельность нашего государства. Вот это семья. А что же делать тогда, чтобы не быть преступной группировкой всё-таки? Чтобы не быть? Да. Ну надо, прежде всего, не платить преступникам. Вот. Это самый первый принцип. Не платить преступникам. А у нас, как правило, платят преступникам. И считают это нормальным. То, что у нас прокурор, должностной преступник, тоже считают нормальным это явление. Вот и все семьи ходят, носом уткнулись в землю. Мы ничего не знаем, ничего не видим, ничего не хотим. Никто, понимаете, как... Ну или не пойдут, струсят, или пойдут это самое. А вот и нынче нам ничего в жизни не меняется. И сама жизнь, она не веселит, если люди выживают. Ну согласитесь. Молодёжь выживает, да? И тем более старики, я уж не говорю, если пенсии, может, вообще их не будет. Скорее всего, их и не будет, пенсии какая-то самая. Да? И давай дети должны, извините меня, пенсионеров там содержать. А на что? Когда-нибудь самим бы. Да? Да? И в результате, что пенсионеры, у нас половина страны пенсионеров, да, медицины нет. Я полежала в больнице, знаю, что это такое. Медицины нет, науки нет, обучение то же самое. Что это, выгода? Да, фабрики разрушены, заводы разрушены. Нет ничего. И всё это на деньги. Ну и что? И доступность в телевизоре, всё, что это. Наркотики вот у нас в доме. Постоянно, я знаю, даже гелёшки, где они бегают всё время. И что, полиция не может справиться с этим? Ну не хотят, значит. Как вы считаете, рождение детей должно стоять на первом месте в этом списке? Ну да, должно, должно. Любовь, дети, дети, скорее всего. На первом месте всё-таки дети, да? Ну, если семья, то дети, по-любому, да. Любовь? Как вы считаете, рождение детей в семье – это важно? Или семья, может быть, и без детей, главное – любовь? У кого как. Поэтому и бегут, и осуждать того, что люди бегут отсюда, была бы я молодая, чтобы забежала бы, правильно. Хотя я люблю свою страну. Как? Да, ну как? И фермеров. Я знаю, что с фермерами творится. На дачу у меня, дача, извините, у меня в тайну ездила. И вижу, как в деревне, в деревнях люди живут. И страшно, просто жизнь стала очень страшной. Это в больнице, когда полежала, с ковидом попала. Это ужас. Я как я живая выжила. Это я вообще не знаю. Смесь, стабильность. Смесь – это одна из этих человек, общество. Стабильность. Ну, чем стабильная семья, тем стабильнее общество будет. Ну, семья – это для человека самое важное в жизни, я так думаю. Ну, задача какая главная? Ну, например, кто-то отвечает – любовь, кто-то говорит, взаимопонимание. Дети. Воспитать детей, чтобы они нормально в жизнь пошли. Может ли быть семья без детей, например? Полноценной считаться она может, или все-таки семья – это только там, где есть дети? Ну, я думаю, может, потому что не все могут позволить себе по состоянию здоровья. Так что, я думаю, да. Может быть, на самом деле Жириновский правильно говорил, что, извините меня, мы давно уже американская колония. У нас нет как страны, у нас страны как таковой нет. Это нам, дуракам, вот, лапшу на уши, видишь, а люди боятся, они зашуганные, запуганные. Радость. Воспитать детей, дать им хорошее образование. Чтобы живо-здоровы были. Чтобы радовали своих родителей. Ну, и кавказского долголетия. А дайте какой-то совет, вот, новым семьям, как сделать так, чтобы всего этого достичь. И прожить долго. Ну, это должен быть мир и лад вначале между женой и мужем. Все горести и несчастья делить поровну. Как можно меньше ссориться. Ну, без этого никуда у нас не бывает, ни в какой семье. Ну, и все зависит от самих родителей. И ценности, фактически, уже другие стали у людей. И мало-то, у людей стали же, даже у наших детей, они другие. Они вообще другие. Что дальше будет, я не знаю, что ли. Я почему-то уже на то, что я не надеюсь на что-то хорошее, не знаю, доживу или не доживу, посмотрю. Это хорошо, что муж ему бизнес поднял, но он и сдулся, он умер в 57 лет. Да, и детям вроде как что-то перешло. Что мы все с квартирами, все с этими самыми, что-то работает, кто-то зарабатывает. Но, извини меня, ты даже будешь получать 100 тысяч лишним, под 200, ты не разбогатеешься на эти деньги. Да, это только вот, ну, съесть отдохнуть. А если семья из трех, из пяти, хотя там какие-то они вроде бы сейчас выплаты нищенские какие-то дают, ну и чего. Вот и продолжение рода и взаимопонимание обязательно нужно. Без этого будет. Может ли быть семья, например, без детей? Ну, есть же, бывает, да. Воспитание здесь что-нибудь? Чтобы давать друг другу поддержку, любовь, заботу, ну, собственно, вот в этом роли. Добавить что-то? Да нет, в принципе, все скажем. Вот сейчас, если даже голосовать, люди пойдут все, они сделают так, как им нужно. И люди это понимают. Там, это понимают. И я даже знаю таких людей, которые в комиссии сидели. И все это рассказывали, и все это я знаю. Вот как это самое. Поэтому, не знаю. Посмотрите, дворников нет, уборщиц нет. Все снегом, вот снегом, снегом, грязью, всем этим самым. Не знаю. А на пенсии уж, которые они платят людям, еще как-то в Москве, у них там, да, они все-таки немножко другой мирок, они по-другому живут. Они живут все-таки получше. Кого из известных людей, может быть, политиков или просто каких-то других известных людей, вы можете назвать в качестве примера достойного гражданина, достойного человека? Например, Никита Михалков, ну, скажем так, да. Вот, да, его знаю, да. Ну, вот, может быть, он, да, скажем так, один из немногих. Если поменяется власть, может быть, на что-то надеяться можно. А так нет. И, может быть, даже это и война-то началась, чтобы удержаться на плаву. Может, и так. Да кому что-то доказывать или что-то такое. Не знаю. Мы хотели, как сказать, наш народ, который верил все время это самое, да, обманули свое время, вроде как капитализм нам этот вот сунули. Меня он не задел никаким боком, я даже не поняла, как и чего тогда это произошло все это время. Но в какой-то, в чем-то, в чем-то, да, люди, которые хотят свой бизнес, которые действительно талантливые, умные, им легче. Легче все-таки как-то они можно добиваться. А остальным людям, которые рассчитаны на то, чтобы просто работать и получать зарплату, или в капитализме жить, я считаю, невозможно. А как, по вашему мнению, главное предназначение семьи, это что? Это? Ну, это семейка, общество, любовь, счастье, дети, будущее. Наше будущее – это дети. Ну, все-таки на первом месте все-таки рождение детей стоит, по вашему мнению. Спасибо. Все, да? Да. О, Иреудов, тебя я славлю, Тебе хвалу всегда пою, Ты стал моею родиною малой, А как дитя отца тебя люблю. О, Иреудов. О, Иреудов. О, Иреудов.